Вой сирен, клубы дыма. Площадь перед вокзалом наполнена спецтехникой. Пожарные спешно прокладывают рукава, подключают их к гидрантам. По легенде, произошло возгорание крыши ЖД вокзала. И видите, эта лестница сейчас разворачивается, чтобы пожарные могли забраться туда и тушить очаг возгорания. В огне почти 1300 квадратных метров. На подмогу приходит еще один автомобиль, АЛ-50. Позволяет проводить тушение на высоте до 50 метров. Прямо над моей головой, посмотрите, обратите внимание, вот это спецтехника. И вот боевое развертывание закончено. Все готово к началу тушения. Кубометры воды ложатся на условно горящую крышу. Вода стекает вот сюда, смотрите, она прям под ногами, большим потоком сходит. По легенде, кровля обрушилась, и вокзал загорелся внутри. Пострадало двое сотрудников. Нужно спасать. Кроме храбрости, у пожарных спецэкипировка. Расскажите, что на вас, какое оборудование, вот конкретно сейчас, что вот за противогаз специально? Для чего? Это противогаз для защиты органов дыхания, чтобы можно было зайти спокойно в задымленную зону и вывести оттуда людей. Он оборудован также спасательным устройством. Есть с собой спасательная маска. Присоединяется к аппарату, одевается на пострадавшего и вместе со мной выходит пострадавший. Дальше работают медики. Вот, мы слышим снова злой сирен. Подъехал спецавтомобиль скорой, скорой помощи. Как раз вот пострадавший. Кислородная маска, носилки, бегом до машины. И как можно быстрее в больницу. Борьба со стихией идет и с другой стороны вокзала. На путях туда, где не подъедет техника, серьезный помощник. Вот он, пожарный поезд. Его специально пригнали из Симферополя. Это, так скажем, новинка пожарно-тактических учений. От него тянутся пожарные рукава вплоть до вокзала, чтобы производить тушение. Поезд оснащен тремя вот такими емкостями, каждая по 60 кубометров. Время реагирования – 2 часа. Такую технику к учениям привлекают впервые за последние годы. Он вывозит большое количество огнетушащих средств как воды, так и пенообразователя. 9 человек его личный состав, которые оборудованы аппаратами защиты органов дыхания и зрения, ручными и лафетными стволами для подачи огнетушащих средств. К месту условного пожара были привлечены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города Севастополя в количестве 139 человек личного состава и 39 единиц техники. Дым рассеялся, все спасены. Задачи учений выполнены. Оценка руководства – хорошо. До пятерки не дотянули чуть-чуть. Впереди – разбор мелких недочетов и отработка действий в следующих учениях. Ильдар Саудобаев, Александр Тарасенко и Андрей Вовк. Новости Севастополя.